Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про виноградные черенки. Что с ними делать, как их сохранить и почему их нельзя начинать проращивать слишком рано. Для кого-то сейчас может показаться вообще странным, почему я говорю о том, еще о проращивании черенков в осень. Есть определенная категория людей, которые очень торопятся. И которые думают, что они всех обгонят, они обманут природу, и у них есть много времени. Вот сейчас они прорастят, черенки, а к весне, к лету у них уже будут большие растения, они смогут сэкономить время. Логика на самом деле абсолютно нормальная, но есть одно но. Давайте мы сейчас поговорим именно об этом, почему нельзя рано их проращивать, но потом, в принципе, что с ними делать. Итак, почему же нельзя вот сейчас эти самые черенки проращивать. Первое. Сейчас растение находится в состоянии покоя. Природой у него заложено, что оно не все время бодрствует. Наступили холода, наступил короткий световой день, и растение ушло на покой. Все. Оно специально предприняло кучу-кучу мер. И даже в этих вот обрезочках все равно эта программа заложена. Им надо спадки. Не надо их будить раньше времени. Если мы сейчас эти самые черенки поставим на пророст, это не значит, что они не прорастут. Они могут прорасти. То, что они будут прорастать гораздо дольше, чем весной, это факт. Потому что, напомню, там заложена программа спадки. А мы их начинаем будить. Соответственно, в растении происходят сложнейшие процессы. Одни вещества превращаются в другие, в третьи. Это целый комплекс различных процессов, химических реакций. И мы вот начинаем это будоражить тогда, когда не надо этого делать. Соответственно, вот этот черенок с определенным запасом питательных веществ начинает тратить силы на непонятно что. То есть ему сказали, давай просыпайся. Если вас среди ночи разбудить, ну, вряд ли вам это понравится. Чем если вы проснетесь утром, так как вам положено, даже не по будильнику, а когда вы нормально выспитесь. То же самое и для них. То есть первое. Они могут долго прорастать. Ладно, допустим, они прорастут. Часть прорастет обязательно. Виноград вообще достаточно хорошо укореняется. А что у нас происходит за окном? У нас световой день, сейчас ноябрь, да? Блестится к концу. Еще сокращается. Мы сейчас вообще входим в период темноты, можно сказать. Еще сокращается, сокращается, сокращается. Виноград растения светолюбивый. Ему свет нужен. Ему нет. Вот это растение, да, оно дало какие-то корешки, оно дало какую-то зеленую массу. Оно уже потратило много своих сил на вот это вот. А дальше ему надо бороться за выживание, потому что темно. Потому что некомфортно. И обеспечить вот эти комфортные условия даже подсветками, даже там созданием каких-то тепличных таких условий, большой вопрос, что у вас получится. У многих не получается. И вот сейчас, да, оно укоренилось, вы уже потираете ручки, как все замечательно. Сейчас у меня все вырастет, не вырастет. Большая часть таких саженцев, они погибнут. Они начнут болеть. И, ну, в итоге получите ничего. Конечно, кто-то может выжить. Дело в том, что почему я вам все это рассказываю. Ну, во-первых, я знаю, что есть категория людей, которые пытаются все время это делать. Я сама в течение двух лет проводила такие эксперименты. И до весны у меня доживали единицы. Более того, в прошлом году вообще интересно был случай, когда черенок корней пустил. И, а почка нет. И уже даже пришел там март, апрель. Корни есть, и они видно, что живые. А почка нет. И почка пробудилась только в мае. С ноября. То есть прошло 6 месяцев, полгода. Представляете? Вот, растение, оно умное. Оно подчиняется своим жизненным циклам. А мы пытаемся, да, что-то с ним делать не надо. Потому что вы никого не обгоните. Даже если доживут такие растения до весны, они будут слабенькие. Им будет очень тяжело адаптироваться. Может быть, какие-то там очень профессионалы, которые будут подбирать там и питательные смеси всякие. Создавать влажности, подачек на свет и все остальное. Может быть, у них получится. Ну, большой вопрос. Поэтому поберегите себя, свои нервы, ваши черенки. Не надо их рано проращивать. Не раньше вообще конца февраля, а можно и в марте, и апреле, и в мае. И сейчас наша задача их сохранить до этого времени. А как и где хранить? Вариантов очень много. Все способы хранения хорошие. Вы подбирайте тот, который вам удобен. Вариант самый-самый простой. Значит, вот у вас черенки. Вы их заворачиваете в газетку. Ну, либо в какую-то другую бумагу, которая может впитывать влагу. Заворачиваете в газетку, в пакетик и в холодильник. Все, они там прекрасно сохранятся до нужного времени. Вариант номер два. Если не ленимся, если черенков немного. Можно взять обычную пищевую стретч-пленку. Ну, такой вот, наверное, сантиметра где-то 3-4. Отпилить часть. И обкрутить каждый черенок. Ну, это сохраняется вообще замечательно. И тоже потом в холодильник. То есть, не в тепло. Такие черенки мы храним в холодильнике. Но благодаря плотному прилеганию строящей пленки у нас минимальная потеря воды. Замечательно воды, влаги, будет правильнее сказать. Замечательно череночки сохраняются. Ну, единственное, что-то надо посидеть, покрутить. Если черенков 10, хорошо. Но если черенков у вас больше, то не всегда у нас есть на это время желание. Вариант третий. Если есть такая возможность, закопать в землю. Ну, понятно, что место должно быть более-менее сухое. Там, где у вас не стоят лужи по весне. Мы, например, закапывали в теплице на глубину сантиметров 30. Вот это вот все. И сверху прикрывали папоротником. Прекрасно потом легко откапывать. Даже, я вам скажу, что черенки, не довревшие зелеными частями, кое-где, ну, тоже экспериментально мы пробовали, так сохраняются. Там уже ничего вкручивать не надо, ничего делать не надо. Просто взяли и закопали. Ну, глубина такая должна быть нормальная, чтобы там не было сильно-сильного промерзания земли. Если там какой-то минус один, минус два, для черенков ничего страшного не будет. Еще один хороший вариант для тех, у кого из подвала. Можно положить в пакет, положить в подвал. Можно присыпать песочком. Слегка влажноватым. Не надо мокрым. Обычный песок, если он чуть-чуть будет влажненький, будет хорошо. Все, в подвале присыпали, до весны забыли. Здесь важно два правила. Должна быть достаточно низкая температура. От нуля до не выше плюс десяти. В принципе, 5-6 градусов будет замечательно. Напомню, если там какой-нибудь немножко минус один, ничего страшного. Для черенков это вполне нормально. И чтобы не было сильного иссушения. То есть сильных потерь влаги. Именно для этого мы пакеты складываем. Да, не для этого мы там песочком присыпаем. Если у нас, например, подвал сухой. Но если подвал влажный, то можете просто положить в пакетик. Там раз когда-то посмотреть, что происходит. Если вдруг на ваших черенках появилась какая-то там плесень, что-то такое, что вас смущает. Розовый раствор марганцовки прополоскали, просушили, положили дальше. Ничего страшного для черенков не случится. Ну, самое главное, чтобы они не загнили. Но для того, чтобы они загнили, надо, чтобы было достаточно мокро. Ну и, конечно, помните, никаких проращиваний осенью. Никаких проращиваний ранней зимой. Не обманывайте сами себя. Наберитесь терпения. Потому что вы ничего не выиграете. А скорее всего, проиграете. Потеряете время. Вполне вероятно, потеряете черенки. Поэтому не спешим. Начинать проращивать можно с конца февраля. А можно даже и позже. Повторюсь, и в марте, и в апреле, и в мае. И, в принципе, можно даже в мае прямо вот в открытый грунт. Ну, не во всех, конечно, регионах. Но даже в нашем регионе вполне реально. В серединке мая, когда земля нормально прогреется. Высаживать черенки в открытый грунт, чтобы они укоренялись там. Это тоже вполне нормально. И если у нас все хорошо, более-менее складываются погодные условия, то прекрасно они вырастут. И даже на следующий год после посадки не исключено, что могут дать урожай. Так что не спешим. Сохраняем черенки и ждем весны. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших с ротов и награды. И мои контакты. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok